Мы продолжаем знакомить с производителями Абакана, которые смело могут составить конкуренцию крупным импортным поставщикам. Расскажем о кондитерской сфере. Ученики вместо учителей роли поменялись. Необычный эксперимент провели в лице имени Николая Булакина. Новый выставочный зал открылся в Абакане, в здании детской художественной школы имени Каратанова. Событие совпало и с открытием яркой выставки на восток. Здравствуйте, в эфире телеканала Абакан-24, информационная программа «Сегодня». В студии для вас работает Ольга Могучая. Абаканцам сделают перерасчет платы по отоплению за май прошлого года. Об этом рассказали в Минстрое Хакаси. Как напомнили в ведомстве, в прошлом году им поступили жалобы о завышенных суммах в квитанциях за тепло. В ходе проверки установлено, что отопительный период в 2022 году закончился 1 мая. Однако Абаканская ТЭЦ продолжила начислять плату еще в течение трех недель до 24 числа. Минстрой обратился в Абаканский городской суд. Иск был удовлетворен. Но ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Верховный суд. Однако и там решение горсуда оставили без изменений. Теперь энергетикам придется пересчитать платежи. Ориентировочно сумма перерасчета на один многоквартирный дом в ряде случаев составит от 10 до 38 тысяч рублей в зависимости от жилплощади. Сделано в Абакане. Мы продолжаем серию материалов о производителях нашего города, которые смело могут составить конкуренцию даже самым крупным импортным поставщикам. Значимое место на рынке товаров и услуг занимает пищевое производство, кондитерские изделия. Как такие предприниматели ведут свою деятельность в нынешних экономических условиях, расскажем в материале далее. У каждого свои особенности, концепции и позиционирование на рынке. В условиях конкурентной среды, которая сложилась в пищевом, а именно кондитерском секторе, получить внимание будущего клиента не так просто. Поэтому предприниматели работают над созданием привлекательной атмосферы и выделяющейся из общего рецептуры. Заимствуют, а точнее вдохновляются мировой кухней, в которой есть классика и современное видение знакомых многим десертов. Есть такой и в уютном местечке центральной части Абакана, где предлагают попробовать счастье на вкус. Предприятие, хоть и небольшое, комплексное. Линейку представляемых посетителям позиций готовят здесь же. После свежая продукция отправляется на витрину. Мы видим рецептуры, как хорошо знакомых, любимых нами изделий, например, «Наполеон». И видишь что-то новое, и хочешь это попробовать. Поэтому вот такой кастомизированный, такое сумное слово, ориентированный на потребителя кофейня, конкурентная среда подталкивает предпринимателей к тому, чтобы вот этих мест становилось все больше. И огромная гордость, что мы с вами ездим, ездим, и мы еще ни разу с вами ни в ней не повторялись. В каждом кофейне, в каждой кондитерской есть что-то свое. И это на самом деле здорово, потому что есть куда прийти, есть где отдохнуть, есть что выбрать. Именно это кафе открылось в непростое время для всего бизнеса. В 2020 году, в преддверии развития коронавируса и после ограничений по деятельности. Однако это не помешало кондитерскому бизнесу масштабироваться и внедрить новые десерты. Ну, немножко, конечно, отразилось, когда это все происходило. Слава Богу, сейчас все позади. Но, слава Богу, опять же, с нашими ингредиентами все в порядке. Мы по-прежнему работаем на бельгийском шоколаде. Мы по-прежнему используем натуральную ваниль, привозим ее. Я вот недавно опять прилетела с мастер-класса с Франции. Как организовано такое производство, в том числе и с европейской рецептурой, расскажем в новом выпуске программы «Сделанного Бакани» в среду, 11 октября. Константин Аникин, Андрей Ралов, Новости. Итоги летнего купального сезона, осенний ледостав и вакцинация от гриппа. Каждый вопрос актуален, поскольку связан с безопасностью и профилактикой. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций все обсудила детально, проработав последовательную схему работы по каждому направлению. Этот летний купальный сезон в Абакане был одним из самых продолжительных за последние годы. С 10 июня по 20 августа. Муниципальные службы постарались обеспечить максимально комфортный и безопасный отдых для жителей республиканской столицы. Городские водоемы из поля зрения комиссии не выходят даже сейчас, с приближением холодов. Впереди не менее серьезный период. Ледостав. Это было 14 ноября 2014 года, практически 9 лет назад, когда утонули двое ребятишек, две девочки маленькие. И у нас в 2020 году тоже на дренажном канале провалились под лед. Ну хорошо, там рядом взрослые были и вытащили. А так бы, не дай бог, такие же жертвы. Поэтому, Андрей Кирович, вот ту мишленственную группу, которую мы создаем, как только начнется бедостав, места примерно появления ребятишек, знаете, и не только осенние каникулы, а вообще как только начнет это кидание камней, это проверяние, насколько там можно провалиться и так далее. Предупреждающие аншлаги по берегам искусственных водоемов и дренажных каналов, беседы с учениками школ и их родителями, вопросы, которые за годы уже отработаны до мелочей. Та же схема действий и по профилактике сезонного гриппа. На сегодня в Абакане привито лишь 37% населения. На собственном примере, на примере управления Роспотребнадзора у нас весь коллектив вакцинирован. В семье у меня, дочь моя, обязательно ежегодно тоже проходит вакцинацию. Ну и на примере крупных предприятий, предприятий крупного бизнеса, таких как Русал, таких как Суэк, они просчитали, что экономическая выгода от того, что сотрудники вакцинируются, то есть предотвращается заболеваемость внутри коллектива, что позволяет получить серьезные увеличения прибыли. 37% – это приблизительно почти 39 тысяч жителей столицы Хакасии. Вакцины, которая поступила в республику за счет средств федерального центра, вполне достаточно. Разработана она с учетом всех ожидаемых штаммов вируса гриппа на текущий эпидсезон. К происшествиям смертельной ДТП в Устебаканском районе погиб водитель. Трагедия произошла накануне днем на подъезде к деревне Курганная. По предварительной информации ГИБДД, 47-летний водитель Субару не справился с управлением, машина слетела с дороги. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался в больнице. Известно, что мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. До ДТП совершал затяжной обгон. Еще одна серьезная авария произошла в Арджиникидзовском районе. Мужчина на иномарке при повороте налево столкнулся с грузовиком. Рулевой легковушки госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом височной области. В ожидании приговора в Хакасии бандиты, напавшие на Саиногорского предпринимателя, предстанут перед судом. Напомним, громкое преступление произошло в ноябре 2022 года в Саиногорске. Люди в масках и с оружием пытались связать и похитить местного бизнесмена. Однако он оказал сопротивление, сумел убежать и сообщить о случившемся в полицию. Вскоре силовики выяснили, что преступники готовятся еще к одному нападению на того же мужчину. Они проработали пути отхода, разузнали распорядок дня и схему дома жертвы. Запаслись в канистры бензина, чтобы уничтожить улики. Когда злоумышленники направлялись к дому потерпевшего их автомобиль, остановились сотрудники МВД. Двое из задержанных ранее были судимы за совершение тяжких преступлений, в числе которых убийства, разбои, умышленное уничтожение имущества, кражи. Действия налетчиков носили организованный характер. Между участниками банды было четкое распределение ролей. Руководитель координировал действия группы и разрабатывал планы нападения. Остальные собирали информацию о потенциальных жертвах и их материальном положении. Магазин в Абакане сгорел по вине сварщиков. Как рассказали в МЧС, около половины четвертого дня на пульт диспетчера 101 поступило сообщение о возгорании в коммерческом здании на улице Тельмана. Прибыв на место вызова, дежурный караул обнаружил, что из окон второго этажа двухэтажного здания вырывается открытый огонь, из-под крыши идет дым. Горела внутренняя отделка стен, мебель и утеплитель крыши на общей площади 100 квадратных метров. Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Продавая товар в интернете, абаканец сам открыл мошенникам доступ к своим счетам. 52-летний мужчина разместил в интернете объявление о продаже средств гигиены. С ним связались потенциальные покупатели и сказали, что хотели бы приобрести товар, деньги они готовы отправить на карту. Для этого аферисты попросили продиктовать номер карты, а затем и код-пароль, поступивший в СМС. Использовав эти данные, злоумышленники получили доступ онлайн в личный кабинет потерпевшего в приложении банка. Когда увидели, что похищать там особо нечего, мошенники оформили кредитку на 20 тысяч рублей и перевели деньги себе. Юная жительница Черногорска по указке мошенников спасала родительские деньги. 14-летней девочке в соцсетях написал якобы знакомый. Он убедил подростка, что персональные данные ее мамы и папы кто-то слил в сеть, а значит через них могут получить доступ к счетам и снять сбережения. Злоумышленник заверил, он знает, как решить проблему. Девочка должна сфотографировать банковские карты родителей с обеих сторон и отправить фото ему. В итоге она выполнила указание афериста. Забота дочери стоила семейному бюджету 280 тысяч рублей. Установлено, что страницу взломали и от имени ничего не подозревающего человека общались злоумышленники. Идут киберпреступники и на шантаж, пытаясь выдавить из своих жертв максимальную сумму денег. Так, в Красноярском крае 23-летний парень в соцсетях познакомился с девушкой. Непродолжительная переписка перешла на новый уровень доверия, когда пассия сказала, что можно пообщаться по видеозвонку. Во время интернет-свидания злоумышленница сняла видео интимного характера с участием молодого человека. А после начались звонки с требованием перевести деньги, чтобы избежать рассылки приватного контента его друзьям. Парень перевел злоумышленникам 10 тысяч рублей, но на этом вымогатели не остановились и потребовали еще 25. Потерпевший отказался, после чего шантажисты сделали то, что обещали. Двух бурых медведей отстрелили в районе Сайна-Шушинской ГЭС. Это регулирование численности косолапых. Еще в конце сентября администрация гидросооружения заметила хищников, выходящих на территорию объекта. Об этом она сообщила в региональной Минприроды. Дважды здесь был введен так называемый режим регулирования. Его устанавливают на определенный срок при возникновении угрозы нападения зверя на людей. Обезвредили хищников охотники только пару дней назад. В Минприроды также отметили, что на территории республики режим регулирования с начала года вводился уже 7 раз. Пятиклассник умер в школе Красноярска на уроке физкультуры. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следкоме по Красноярскому краю и Хакасии. Предварительно установлено, что во время разминки ребенку резко стало плохо. Он потерял сознание. Медработник учреждения попытался реанимировать мальчика, но было уже слишком поздно. Прибывшие сотрудники скорой констатировали смерть школьника. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Далее прервемся на рекламный блок, затем продолжим обзор событий дня. Реклама Покупайте линолеум, не как у всех. Экологически чистый линолеум Таркет с необычным дизайном. Акции и скидки каждый день. Особенный линолеум за своего дома выбирайте в авангаре. На Пушкина 221. Инженерные традиции длиною в 160 лет. Кооперация ведущих мировых конструкторов и дизайнеров. Миллионы километров надежности. Все это новый Чанган ЭАДО+. Встречайте у официальных дилеров Чанган. Больше, чем просто автомобиль. Автомир в Абакане. Поселок Тепличный. Улица Ленина. 1-1. Открываем сезон вместе. Коллекция обуви осень-зима от Красноярской фабрики Ионесси. Всегда натуральная кожа, тепло и максимальный комфорт. Обувь Ионесси идеальна для нашего города. Черногорск. Космонавтов 25. Вагонка, брусок и мебельный щит. И многоотличный для деревозащиты. Антисептики с гарантией до 30 лет. Масло для террас, мебели и бань. Защитный декор. Солострой. Абакан. Пушкина. 211-Ж. Реклама. Более 2,5 тысяч первокурсников. В их числе и участники спецоперации. Тонкости и сложности приемной кампании и перспективы развития. Ректор Хакасского госуниверситета Татьяна Краснова. Уже в традиционном формате делового завтрака. Рассказала журналистам о стратегии вуза. За чашкой чая с ней встретилась и наша съемочная группа. Реклама. Подача документов на поступление в этом году изменила формат, расширив возможности. Заявки выпускники могли подать, не выходя из дома, используя специальную платформу «Поступи онлайн», воспользовавшись сайтом госуслуг. Заявление можно было отправить файлом на электронный адрес вуза. Такой возможностью воспользовались 60% или по старинке прийти лично. Некоторым ребятам пришлось подать документы в вуз несколько раз. Причина невнимательности – абитуриенты предоставили сертификаты ЕГЭ по другим предметам. Отказ в регистрации получили ребята с баллами ниже пороговых. Третья группа поступающих неправильно расставила приоритеты вузам. Особое внимание абитуриентам, участникам СВО. По 10 человек из их числа пополнили ряды студентов в этом году. Для каждого государства была выделена отдельная квота. Парни выбрали самые популярные специальности – медицинское дело, юриспруденция, педагогика. Родственникам участников спецоперации предоставили скидку при оплате обучения. Она составила 50%. Жизнь студентов должна быть интересной и яркой. Об этом тоже заботятся в госуниверситете. К концу октября в вузе будет создан центр компетенции. Мы, активную молодежь, будем через этот центр компетенции проводить. Это большое количество всевозможных обучающих программ, различных тестов, различных деловых игр и много чего другого. Как на языке этого центра, здесь молодежь прокачивается. По федеральной программе за активность студенты получают бонусы, которые потом могут потратить на своё обучение или на путешествия по стране. Уже сейчас 10 активных ребят собираются в соседний Красноярск. Они будут получать новые знания в СФУ в рамках программы «Больше, чем путешествия». Самыми популярными специальностями в этом году стали медицина, педагогика, физкультура и юриспруденция. Всего же в вузе больше 120 различных направлений. Университет шагает в ногу со временем. Открывает новые модные специальности. Искусственные системы и интеллект, прикладная информатика в дизайне, программирование экосистем, цифровые технологии в энергетике и другие. Добавили и новый профиль по журналистике, теория и практика в масс-медиа. Специалисты посмотрели рейтинг популярных профессий среди россиян, делали опросы среди школьников республики, которые отдают своё предпочтение профессии в СМИ. Решающим стал и интерес подрастающего поколения к публичности. Дети снимают себя на видео, выкладывают в социальные сети. Влогеров много, а это потенциальные работники радио, ТВ и газет. Направление очень непростое, теория и практика масс-медиа. Теорию масс-медиа можно прочесть, не выходя из университета, а практику нет. Практику, конечно, надо приглашать, будет ведущих специалистов. Вот сейчас это первый курс начинается. И я думаю, что уже со второго там в полный рост пойдут такие дисциплины, когда нам потребуется ваша помощь. Нам нужны будут и серьёзные практики, когда студентов куда-то отправлять, для того, чтобы они сформировали, так сказать, нужные компетенции. Татьяна Краснова отметила, намного меньше стало желающих поступать на технические направления. С каждым годом школьники всё реже выбирают для сдачи экзаменов профильную математику и физику, в то время как страна остро нуждается в профессионалах инженерно-технического профиля. Поэтому на федеральном уровне было решено в школах сделать упор на обучение прикладным и техническим предметам. На особым контроле комфорт студентов в каждом корпусе и общежитии будут созданы точки притяжения, уютные места для общения. Проекты разработают сами студенты, планов у вуза много. Совершенствование, реконструкция, сотрудничество – всё, чтобы развиваться и двигаться только вперёд. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Кто такой учитель, хорошо знают герои нашего следующего сюжета. Они педагоги, которые однажды пришли в школу и благодаря любви к профессии сделали успешной свою жизнь. Теперь являются наставниками для молодых коллег. Галина Озерова и Дмитрий Тодышев работают в городском управлении образования. Уверены, как бы не менялись времена, главное в профессии учителя – любовь к детям. Вот он, заветный пеликан, получить который мечтают учителя во всей нашей стране. Хрустальная птица – символ педагогического мастерства, профессионализма и неравнодушного отношения к детям. Это главная российская награда, которая вручается педагогам. Пока в Абакан прилетел только один пеликан. Его завоевал учитель географии, а ныне – заместитель начальника управления образования столицы Дмитрий Тодышев. Это случилось в 2002 году. Завоевать пеликана, я хочу признаться, задача не из простых. На самом деле, это было достаточно трудно. Это стоило и серьезного нервного напряжения, физического напряжения, бессонных ночей. Ну и, конечно же, это большое, очень большое волнение с точки зрения профессиональной своей состоятельности. Потому что ты, когда находишься в кругу, не могу сказать конкурентов, но участников конкурса, которые находятся на очень высоком уровне своего профессионального развития, имеют огромный опыт, имеют огромные заслуги, то это очень волнительно и очень ответственно. Я очень хорошо помню, как мы все вместе ликовали, узнав о том, что пеликан прилетит к нам в Абакан. И считаю, что Дмитрий Александрович и сегодня, несмотря на то, что он сегодня не стоит у школьной доски, он сегодня работает в управлении образованием, он на своем месте. Он тот человек, который умеет организовать, умеет вдохновить. Коллега Дмитрия Тодышева, Галина Валерьевна Озерова, учитель русского языка и литературы. Она из настоящей педагогической династии, общий стаж которой составляет более 200 лет. После школы, вспоминает Галина Валерьевна, идти в другую профессию даже не думала. Конечно, ведь все близкие люди – учителя. Так случилось, что в своей педагогической династии я младший представитель этой династии, основного костяка. Мои пять сестер до меня уже поступили в педагогический институт к тому моменту, как я завершала свое обучение в школе. И у меня просто не было даже другой мысли, что я пойду куда-то. Я так же, как они, пошла и отдала свои документы в Абаканский государственный педагогический институт и закончила в нем обучение. Вы скучаете по школе? Я скучаю по школе очень. В свой кабинет в первой школе заходите, когда там бываете по работе? Захожу обязательно. Что чувствуете? Я чувствую особую атмосферу школьной жизни. Чувствую, как они согреты мастерством моих коллег, теплом моих учеников. И в голове такая, знаете, кинолента воспоминаний. Больше 20 лет Галина Валерьевна преподавала в первой школе Абакана. А Дмитрий Тодышев начинал свой учительский путь в сельской школе. Его дедушка и бабушка – педагоги, которые научили его относиться к ребенку как к личности. Кстати, после уроков в школе Дмитрий Александрович сменил еще несколько профессий. Успел даже поработать министром национальной политики Хакасии. Ну да, это огромная ответственность. Но вообще и быть педагогом – это тоже ведь огромная ответственность. Я всегда с самых, не знаю, первых дней работы учителем всегда очень волновался по этому поводу. И иногда даже, знаете, меня настигал страшный сон, когда я прихожу в класс, и вдруг почему-то по каким-то причинам я не готов и не могу ребятам рассказать нужную тему. Поэтому просыпался иногда в таком вот страхе. Бывало такое. Поэтому на самом деле чувствую всегда большую ответственность на любой должности, на которой бы я ни находился, хоть педагог, хоть министр, не важно. Сейчас наши герои не ведут уроки. Занимаются наставнической деятельностью, приезжают на мероприятия, курируют работу молодых педагогов. Замиранием сердца большая семья педагогов города Абакана ожидала результаты всероссийского конкурса «Учитель года-2023». К сожалению, наш учитель английского языка Максим Дека из 26-й школы не стал победителем. И «Хрустальный пеликан» улетел в копилку наград преподавателя посольской школы в Иране Олегу Янковскому. Следующий конкурс педагогического мастерства пройдет на родине победителя – в Самаре. Ну а это, говорят абаканские учителя, не повод огорчаться. Наоборот, нужно уметь радоваться за своих коллег, ведь педагоги страны – настоящее дружное братство. Что делать? Конкурс – это конкурс, в нем всегда присутствуют определенные субъективные вещи. В любом конкурсе всегда имеет значение, например, какая-то определенная удача. Максим Витальевич имел прекрасную возможность тоже познакомиться с другими участниками и перенять определенный опыт. Я думаю, это в любом случае хорошая практика, и в любом случае это будет на пользу его дальнейшей профессиональной деятельности. Что для Вас означает слово «команда»? Команда? Команда – это коллектив единомышленников, и это возможность приложить свои усилия в какое-то единое замечательное дело. Команда – это когда понимаешь друг друга без слов. Команда – это когда чувствуешь ответственность за все, что происходит с тобой, с командой, и когда дело делается вместе. Дарья Казак, Андрей Оралов, новости. Старшеклассники лицея имени Николая Булакина взяли в руки указки, мел, оделись в деловые костюмы и пришли в начальные классы. Сегодня они педагоги. Ребята заменили учителей и провели полноценные уроки. Мероприятие приурочено ко дню учителя. Подробности в следующем материале. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Учителя лицея имени Николая Булакина с радостью и задором выполняют разминку, повторяя незамысловатые движения за учениками. Спортивную подготовку продемонстрировали. Пришло время показать свою эрудированность в сказках. За этим цветком отправила злая мачеха пачерицу сказки «12 месяцев». А это уже классный час. За партами девятиклассники. Их учителя на сегодня учащиеся 10 класса. Они рассказывают, как важен и непрост порой труд учителя. Учителя России, гордость наша. Гордиться вами будем мы всегда. Новый педсостав и у второклашек здесь задача не из легких. Завоевать внимание малышей, увлечь беседы, донести информацию просто и понятно. Мы распределяли слова и обязанности. Кто должен успокаивать детей, как должен идти в принципе наш урок, потому что мы немножко волновались, потому что аудиторию мы не каждый раз выступаем. Подготовили сценарий, подготовили текст. Учитель – это очень сложная профессия, по моему мнению. Очень важно найти подход к ученикам. И у меня это очень легко получается. И у нас все вышло. Все было очень легко, нам очень понравилось. Дети были замечательные, слушались, были добожелательными. Было очень интересно с ними поработать. В принципе, профессия педагог очень важна для всех людей. Нам очень понравилось. Нам рассказывали о том, что профессия учителя, она очень важная. День самоуправления – первый эксперимент, первые пробы. Его итоги обязательно подведут и обсудят. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. 60-летний юбилей отметила Абаканская коррекционная школа номер 17. Здесь обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня они поздравляли своих учителей. На праздничном концерте побывала и наша съемочная группа. Поздравить любимую школу пришли выпускники, родители, педагоги. Сегодня здесь в торжественной обстановке. С улыбками и объятиями вручают подарки, грамоты и благодарственные письма. В честь юбилея школы мальчишки и девчонки приготовили танцевальные номера, поэтические выступления и вокальные этюды. Коллектив у меня самый замечательный. У меня самые добрые, самые отзывчивые, самые понимающие, самые внимательные педагоги. Потому что категория детей, с которыми мы работаем, она по-другому не примет. Либо ты отдаешь всю душу, свое сердце этим детям, тогда только можно увидеть какой-то результат. Администрация вспоминает и чествует педагогов, ветеранов. Учительскому труду в стенах особой школы они посвятили свою жизнь. 20 лет я проработала в этой школе, заводчим школы. Мой первый директор школы, Власова Галина Григорьевна, с ней я работала 5 лет. Вторая директор, Коженаева Галина Федоровна, мы с ней проработали еще 15 лет. Вот и первый директор, и второй, просто выдающиеся женщины, всегда старались, чтобы школа была первая во всем. Сегодня в педагогическом коллективе трудятся заслуженные педагоги республики и страны, почетные работники общего образования и отличники народного просвещения. Это люди удивительной доброты, с любовью и вниманием, относящиеся к каждому своему воспитаннику. Ребята обучают школьным дисциплинам и трудовым навыкам, которые в дальнейшем помогут им найти свой путь во взрослой жизни. Я очень сильно люблю детей, а такие детки, они солнечные, они заряжают такой позитивной энергией, которой не хватает в нашем современном мире. Шесть десятилетий для школы, в которой учат, воспитывают, с тонким подходом открывают мир особым детям, с вниманием к каждому, с большим сердцем, не возраст. Впереди новые воспитанники, а значит новые грани и вехи большого школьного пути. Новый выставочный зал открылся сегодня в Абакане. Он расположен в здании детской художественной школы имени Каратанова. Полюбоваться картинами художников не только нашего города, но и всей России теперь смогут все желающие. Первая выставка в стенах зала уже собрала ценителей изобразительного искусства. На восток отправилась Ксения Майер. Ярко, красочно, торжественно под звуки скрипки и рояля в детской художественной школе имени Каратанова открылся выставочный зал. С этого дня он доступен для всех горожан. Прибываться работами учащихся школы, а также именитых художников нашей республики и мастеров из других регионов России смогут все, кто интересуется искусством, живописью и графикой. Залы школы наполнены выставками и работ самих обучающихся, и работами педагогов, и наших коллег из Сибири, из Союзом художников. Но доступны они, конечно, были родительскому сообществу, самим обучающимся. И, наверное, с появлением выставочного зала, который был открыт в 2021 году, было дано такое обещание Николаю Генриховичу еще, что скоро выставочный зал заработает для населения. И это свершилось, эта мечта сбылась. Сегодня мы открыли двери выставочного зала детской художественной школы для населения. Молодежь сможет приобрести билеты на выставки по Пушкинской карте. Для всех, кто захочет посмотреть на картины художников, открыт отдельный вход с торца здания, чтобы не нарушать учебный процесс. Открытие зала совпало с еще одним ярким событием – презентацией выставки «На восток». Она состоялась благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Стук колес уходящего поезда, теплые беседы незнакомцев-попутчиков, горячий чай и виды из окна на бесконечно красивую природу России, ее глубинки, поезд, уходящий на восток. Именно таким настроением пропитана выставка. Она родилась, когда двое перских художников ехали в Красноярск. И в процессе дороги у них родилась идея, почему бы не сделать выставку именно созвучную движению, движению попутчиков, тех случайных соседей. Она такая многоплановая, но для нас интересно то, что мы видим впервые Пермский союз вот так широко. Вот если у нас в союзе художников Хакасии 30 человек, вот там 150. На выставке представлено 100 работ, выполненных в разных стилях. Портреты случайных людей, пейзажи, живописи, графика. Познакомиться с ними можно до конца октября. Ксения Майера, Лисуантии, Новости. На этом пока все. Отмечу, что еще больше новостей на нашем сайте abakan24.ru. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеграм-канале abakan24 и во всех социальных сетях. QR-код вы видите сейчас на своих экранах, присоединяйтесь. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи в эфире.